Мы продолжаем говорить о кино, и сейчас поговорим о кино японском, именно потому что сегодня в нашем городе стартует фестиваль японских фильмов. И у нас в гостях вице-консул по культуре генконсульства Японии в Санкт-Петербурге и организатор кинофестиваля господин Тамоки Накамура. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, кинофестиваль в этом году заявлен под такой темой «Девушки в главных ролях». Расскажите нам, пожалуйста, почему? Так, тема была выбрана уже в прошлом году. И именно ее выбирал я. То есть у нас есть несколько пакетов, так сказать, фильмов. И у меня предстоит такой выбор. И случайно ко мне бросал именно этот пакет «Девушки». И я тут подумал, почему бы не выбрать этот темп, потому что я знаю, что российские женщины, русские женщины, они стройные, они красивые. И вообще-то Россия очень известна красотой женщин. Но почему бы не показать петербургцам своих женщин. И очень интересно было бы получить обратную реакцию, какие впечатления произведут японские женщины на российские. И вот как раз интересно фильм, который открывает фестиваль «Секрет Акко-чян». Почему он открывает фестиваль, на ваш взгляд, показательный, как японский фильм? Потому что «Акко-чян», я хотел бы сказать, что «Акко-чян» — это фильм, снят по сюжету очень известного японского комикса «Акко-чян». То есть с подобным названием. И тема очень семейная. То есть 10-летняя девочка превращается в более... Такая сказочная даже, я бы сказала, история. И я просто подумал, что это, наверное, понравится людям всего возраста. То есть очень легко смотрится, наверное. И по этой причине я так выбрал. Ну вот, кстати, еще одна картина, тоже основана на комиксе. «Ненавижу Токио». Она тоже будет представлена на фестивале. Расскажите, пожалуйста, почему стоит обратить на нее внимание нашим зрителям? «Ненавижу Токио» — это тема, которая касается девушки, опять же. приехавшая в Токио из провинции. Ну это такая уже более серьезная история. Это уже не сказка. Петербург — это очень большой город, я знаю. И есть люди, которые именно из других городов, других районов приехали. Трудно адаптироваться к новому городу. Да, наверное, вот такие люди могут смотреть, вот посмотреть этот фильм с симпатией некоторой. То есть получается, что все картины выбирались именно так, чтобы наш зритель максимально понял, да, что вы хотите сказать. Вот вопрос такой, актрисы, которые задействованы в этих фильмах, это в основном звезды японского кино, или это наоборот начинающие актрисы, с которыми вы хотите нас познакомить? Это в основном звездные фигуры, потому что, мне кажется, в Японии такая тенденция, что в главной роли берут только известных, либо почти известных. И вот такие люди обычно начинают свою карьеру, либо как модели в журналах, либо сначала играют, снимаются в сериалах и так далее. Ну, они такие юные, там все героини школьницы и студентки, уже они звезды. Да, но они обычно начинают свою карьеру очень с молода. Родились и сразу... То есть в этих шести картинках, да, шесть картинок будет представлено. То есть мы фактически познакомимся с самыми лучшими представителями японского кинематографа, фактически. Да, совершенно верно. Ну и разные жанры, есть и грустные истории, и веселые, и драматические. Поучительные. Да. Интересно, да, будет? Именно петербуржцам интересно. Я надеюсь, да. Спасибо большое. Организатор кинофестиваля японского кино, который стартует в Петербурге, был в студии Lai78, господин Тамоки Накамура. Удачного вам дня и хороших впечатлений от кинофестиваля в нашем городе. Спасибо.